Привет, это Маша Борзунова и я в Петербурге. Тикток — это какой-то отдельный мир, чего там только не увидишь. И вот я, например, до сих пор до конца не разбираюсь, как им пользоваться. Ну вот студент полицейского колледжа Руслан Ахмедов, очевидно, разобрался и решил немного хайпануть. Видео про то, как классно быть сотрудником полиции, очень быстро разлетелись в интернете. Ммм, смешной. Русик-пусик, будущий полицейский. В общем, Тикток про то, как подкидывать наркотики, не всем зашло. В Главном управлении МВД по Питеру и области поспешили сказать, что ни Русик-пусик, ни полицейский колледж к ним не имеют никакого отношения. Самые друзья тоже это видео не оценили, Руслана Ахмедова отчислили. Вот мы и приехали в Питер, чтобы поговорить с уже бывшим студентом полицейского колледжа, бывшим, будущим полицейским, о том, как ему вообще это все. Быстрая слава и отчисление. Надо сдавать в колледж. А, ты сдала? Угу. Та самая форма, которая вызвала столько шумов в интернете. Легендарная. Легендарная. На Авито можно будет продать. Форма тиктокера. Будешь скучать по форме? Конечно. Ну, слушай, а вот до сих пор сейчас ты бы хотел стать полицейским? Нет. Почему? Ну, отпало желание уже полно все. Из-за скандала этого? Ну, из-за скандала, да и до этого еще просто я уже как-то подумал, не хочу ни в форме ходить, не выслушивать ничего. Ты вообще ожидал такой славы от тиктока? Нет, не ожидал. Я думал, это останется все в рамках тиктока. Я буду, ну, свои цифры получать. Там где-то примерно 100-200 тысяч просмотров. А сколько у тебя было, вот, когда, перед тем, как ты их выпустил, сколько у тебя было подписчиков? Около 10-15 тысяч, наверное. Бомбануло все вот после вот этой как раз-таки новости. У меня все разросло сейчас уже 27 с половиной вроде бы тысяч. У меня даже мысли такой не было, что кто-то может это видео скачать и выложить, естественно, в интернет. Все же началось с твитера вроде бы. В твиттер первый раз залили всю эту новость. Почему ты их снял вообще? Ну, то есть, как бы, у нас понятное дело, что вообще реакция в целом на людей в форме, она и так очень... Ну, да. ...своебразный, как скажем. А тут ты еще темы такие выбрал. Подброс наркотиков. Да, довольно-таки же трепещущийся. Естественно, юмор был. Это категорический юмор, и не больше. А вот с подбросом наркотиков, ну, скорее всего, просто показать, выявить проблему в нашем обществе. Хотя и так все о ней знают, но он просто решил так выделить ее в шуточной такой форме, в ироничной. И сразу же это видео скачали заинтересованные люди и, естественно, начали в группы закидывать, форсить все это по разным пабликам, страницам, всяким контактам. Мы в Ютуб начали видео заливать, там даже Камикадзе, знаешь, тоже. Видимо, записал, ответил. Чмом меня назвал. Я не знаю, что исправит такого чмошника. Явно не увольнение, явно не осмеяние в сети. А я напоминаю, что самые жестокие избиения протестующих происходили в Питере. Руслан, надеюсь, хоть как-то помог тебе увеличить приток подписчиков. Не благодари, все бесплатно от души. Ну ладно, окей. Начался хейт, писали везде, на страницах сообщения. Вот мне пришлось всем родителям и себе на этот период закрывать вообще аккаунт. Были те немногие, кто защищали в комментариях. Даже из моего колледжа почти все были за меня. Получается, они все писали в комментарии. Им тоже доставалось. У них тоже из страницы вытягивали фотографии в полицейской форме и так далее. Ну, в общем, такая ситуация. В колледже как узнали про это вообще? В колледже? У нас же есть группа ВКонтакте нашего колледжа. И, получается, туда можно написать сообщение. Прямо директору и администрации напрямую. И люди, естественно, писали туда. Вот, ваш студент. Скидывали все посты, ссылки. У меня просто есть такое ощущение, что в основном администрации в колледже не знают, что такое ТикТок. Теперь знают. Теперь знают. Теперь знают. И все узнают. Вызывает меня куратор мой и говорит, ну, приезжай, поговорим насчет твоей ситуации. Я такой, ладно, все хорошо. Я же с директором до этого договорился, то, что он сказал, не очистит. Если до суда дойдет дело, то мы за тебя будем. Я сказал, все хорошо, запиши видеообращение. То есть, зачем ты снял эти видео? Какой смысл? В принципе, никого не хотел оскорбить или как-то обидеть. И это все как бы юмор, сатира и, собственно, затрагивание важных проблем. Захожу к куратору в кабинет. И тут начинается. Куратор на повышенном тоне, то есть, ну, ругается на меня. Я понимаю, что да, за дело. Он говорит, ну, как можно было додуматься снять такое видео в форме с шевронами. Я говорю, ну, шевронов-то там почти не видно. Он говорит, все равно вычислили тебя и так далее. Типа, надо было без шевронов снимать. Вот. Может, чтобы просто проблем не было у колледжа. И он говорит, я вижу только здесь один путь. Это, то есть, по собственному желанию уйти, чтобы у тебя не было справки. Что ты отчислен за дискредитацию колледжа, как мне сказали. Все единогласно, администрация, учителя, все проголосовали, чтобы меня отчислили. Вот, по-твоему, это хейт, он по делу или нет? То есть, справедливый ли он? Естественно, нет. Я считаю, вообще, категорически нет. Ни единого слова там не было сказано по факту. Вообще. Если бы, допустим, я посмотрел это видео, то я бы просто понял, что здесь есть юмор и ирония. То есть, что ситуация довольно-таки распространена в обществе. Парень ее выделил, не побоялся. И все, типа, ну, прикольно. Надо решать проблему эту, но я не знаю как, честно. Я просто, как бы, выявил ее, но я не знаю, как решать ее. Может, тебе стоит завершить карьеру в ТикТоке? Нет, наоборот, наоборот, сейчас все разгорается. Это хорошо. Это пиар. Почему ты решил стать сотрудником полиции? Ну, вот сотрудником полиции я решил стать по поводу, ну, и вообще из-за того, что в детстве очень много, очень много носил разной одежды. То есть, мне это родители вбивали в голову. Форменный, в смысле? Да, да, форменный. То есть, носил всякую разную военную одежду с камуфляжем, там всякие бронежилетики и так далее. Было интересно очень. Это такая мечта, очень желание такое детское, стать сотрудником полиции. Оно у многих было, мне кажется. Я вот даже среди своих друзей, да, даже я знаю, что я в детстве признаюсь уж хотела стать сотрудником полиции. Вот, но когда ты взрослеешь, когда ты видишь, что происходит там среди силовиков, тем более у полиции, как-то желание это отпадает. Ну, то есть, репутация в последнее время у полицейских, мягко говоря, так себе. Там, начиная от дела как раз в отбросе наркотиков нашему коллеге Ивану Голунову, я думаю, ты знаешь, заканчивая акцией протеста, на которых дубинками избивают безоружных протестующих. У тебя это не отбило желание? У меня это как раз таки отбило желание. То есть, я учился на первом курсе, мне очень все нравилось. То, что я хожу в форме, у меня престижный колледж, то, что я поступил, все-таки были такие отборочные места, где-то 10 человек на одно место. И потом уже все-таки на втором курсе я смотрел все больше и больше новостей, что происходило в обществе. И, конечно, авторитет подорвался, и я уже не хотел носить эту форму на себе. Ну и банально от того, что ты едешь, например, с дома до колледжа, ты просто выслушиваешь какие-то выкрики, или к тебе просто люди подходят, говорят, о-о-о, ты хочешь стать правоприменителем. Но это я еще в мягкой форме говорю. То есть, вот прям люди подходят, так на улицу. Да, да, прямо говорят, да, зачем ты форму надел, то есть, для чего вообще. То есть, ты будешь точно таким же, как и все сотрудники полиции, плохим и так далее. То есть, это все выслушиваешь, конечно. На Марсовом поле, знаете, митинг был? Да, да. Да, вот, собственно, мы с другом тоже там были, но мы решили не рисковать, так сказать, жизнью и все-таки обошли. Что ты теперь будешь делать? Вот сотрудником полиции ты уже не станешь, правильно я понимаю? Да, конечно, это уже все у меня. На всю жизнь отпало. Если ты отчисляешься или тебя отчисляют, то ты теряешь отсрочку от армии. А мне уже 18 лет. И в апреле будет призыв. Ага. И если не призовут, то уже с сентября пойду на учебу. На кого? Ну, на юриста, скорее всего. То есть, ты теперь будешь с другой стороны. Ты попробуешь стать адвокатом, допустим, на юристо? Ну, адвокатом каким-нибудь, юрконсультантом, то есть, без каких-либо проблем. Вот. Но я как понял, что в органы мне уже все, нет дороги. Ну, и профессию мечты ты потерял, получается. Да, да. То, что ты считал своим призванием. Свою мечту и свою профессию я потерял. Продолжение следует.